По словам представителей предприятия Сочи Автотранс, в их автобусах кондиционеры есть. Проверка показала, что сегодня почти во всех салонах была комфортная температура. Но на маршрутах встречались и машины с неработающей системой охлаждения салона. Водители говорили, что поломка произошла уже в пути. Но надо понимать, что автобусы ломаются, кондиционирование ломается. Но здесь мы принимаем оперативные меры. Зачастую за ночь мы не успеваем сделать этот кондиционер. Причина не в нас, причина в заказных дорогостоящих запасных частях. В мэрии не раз рекомендовали автотранспортным предприятиям, обслуживающим коммерческие маршруты, оборудовать свои машины системами охлаждения воздуха. Кстати, по словам автослесаря, установка сплит-системы в автобус обходится в среднем в 50 тысяч рублей. Но ситуация практически не меняется. Между мэрией и частными автопредприятиями существует договоренность, что до конца 2019 года во всех так называемых маршрутах появятся и кондиционеры, и условия для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. С теми, кто не выполнит обещаний, расторгнут договор.